В общем, собрались мы в буквоеде в 12 утра, чтобы послушать насчет клятвы. Ну, той самой, которая будет произноситься перед получением паспорта. Во голове сотни вопросов. А как же очереди? А как же люди с ограниченными возможностями? А люди с дефектами речи? И еще куча и куча вопросов. Приготовился я, значит, эти вопросы задавать, и тут нам говорят. Клятва не будет являться обязательно. Отказ от дачи клятвы не станет основанием для выдачи паспорта гражданина. Что там обсуждать? Скажите мне. То, чего возможно и не будет? Да-да, ведь этой клятвы может вовсе и не быть. Ладно, все же предположим, что она будет. Так ее не обязательно произносить. То есть из тысячи людей вряд ли найдутся, ну, хотя бы с десяток, которые захотят перед получением паспорта произносить клятву. Блин, зачем мы все там собрались? Зачем? Может, чтобы услышать саму клятву? Да, нам ее зачитали, но я ее и так читал, и думаю, все собравшиеся тоже. Тем более, это не окончательный вариант. В общем, молодежная коллегия города Санкт-Петербурга уже заелась. Собрала людей в субботу, утром, много людей, да еще и именитых писателей. Герман Судулаев, Вадим Левенталь, Андрей Кивинов. Директор буквоеда, конечно, был Денис Котов. Умные дядьки высказались красиво, со знанием истории, привели разные примеры, да и вообще было приятно их послушать. Важным принципом социализации является ритуал, важная часть, основной часть социализации. Что такое социализация, вы примерно понимаете? Понимаете, да? Что такое ритуал, примерно понимаете, да? Вот, где Саня Алексеевич говорил об инициации, это важный ритуал для социализации и его общества. В нашем современном секулярном атеистическом обществе мы стали забывать о значении ритуала. Но природа человека не сильно изменилась со времен мифологических и со времен господства революционной системы. Поэтому в отсутствии ритуала общество лишается важной интегрирующей платформы. Но зачем все это было устраивать, собирать народ? Ради чего? Чтобы сказать, что клятва будет необязательной? А так, кто захочет? Так я сразу скажу, захотят единицы. Зачем тогда ради них это делать? Да и самое главное, что не факт, что клятва вообще будет. Собравшиеся, конечно, задавали вопросы. По мне так вполне бессмысленные. Ведь после этой фразы... Клятва не будет являться обязательно. ...можно было вообще расходиться и не сидеть там полтора часа. В общем, итог таков. Я повторюсь, но все же, молодежная коллегия города Санкт-Петербурга заелась. Даже на пустом месте устроила такой ажиотаж. А клятвы может и не быть. И скажу уже в десятый раз, ее вообще можно будет не произносить. И это факт. Так что все, кто пришли в субботу утром на то собрание, просто посудачили, просто пообсуждали, не пойми что, не пойми зачем. Но для молодежной коллегии был понт, что они могут, ну, так вот просто-запросто собрать именитых писателей, историков, общественных деятелей, сотрудников исполнительных органов власти и жителей города. Которые пытались сделать вид, что они не просто так туда пришли, а поговорить на важнейшую тему, которой может и не быть. Вот такие дела. С вами был Костя Павлов. И я отключаюсь.